О бизнесе поговорим прямо сейчас на волнах Радио Балтик Плюс. Меня зовут Владимир Кайрис. Не выключайте свои радиоприемники, будет интересно и полезно всем. Во-первых, мы сегодня будем говорить о гендерных преимуществах, если это преимущества. Каждый раз после этого война включается в мозгах у многих пользователей социальных сетей, как минимум. У нас в гостях сегодня президент Ассоциации деловых женщин регионов Наталья Грязнова. О, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Ну, вообще, вот президент Ассоциации деловых женщин. Стало быть, вы ее и придумали, эту Ассоциацию деловых женщин регионов. Скажите сразу, вы феминистка? Прямо сразу в лоб, да? Конечно, да. Сейчас многие этот вопрос задали, почему именно деловых женщин. Просто можно... На многих стоит такой вопрос, что вот как вы, как бы, как у вас отношения с мужчинами и так далее. Мы очень любим мужчин. Нет, я так не спросил. Да, да, да. И, ну, у нас все, практически все девочки замужем. То есть, ну, мы нормально относимся к мужчинам. По поводу феминистки или нет, честно говоря, не знаю. Судя по названию, может, я и феминистка. Потому как я поддерживаю очень здорово женщин, женщин-предпринимателей. То есть, ну, эта поддержка, наверное, и есть, может быть, современная форма, ну, не знаю, борьбы, как раньше было, да? Как в Розу Люксембург вспомним, да? Вот. И как женщины боролись, с плакатами выходили. Ну, наверное, это современная форма борьбы. Хотя я бы не назвала это борьбой. Такие, как и вы, тоже какие-то группы, какие-то группировки. Вот вы, как представитель такой статус, общаетесь с людьми, которые предлагают вам, ну, давайте будем добиваться, давайте будем, да, ставить знак «Ровно» и так далее. Вы знаете, это самое, люди такие есть, да. Да, женщины такие есть, да. Но мы сразу, это самое, как бы, другую тему, да, да, да. Конечно, есть люди, во-первых, по характеру разные. Кто-то любит воевать, кто-то любит с плакатами ходить или считает это нужным. И это нормально, потому что я, честно говоря, считаю, должны быть разные люди. Но мы не такие. Мы, во-первых, мы вне политики всегда. Во-вторых, мы вот, ну, вот, еще раз хочу сказать, это вот наша форма, ну, борьбы или я, ну, не борьбы, а нашего, господи, помощи, продвижения. Ну, я считаю, что сейчас вот, может быть, вот эти вот формы, когда ты выходишь с плакатами, ну, наверное, вот, ну, не знаю. Ну, в общем, у нас другая. Сейчас задача выжить, а не доказать, мне так кажется. Ну, выжить бизнесу, да, ну, и, может, даже и людям, но вот бизнесу как минимум. Плюс ко всему, Наталья Грязнова еще эксперт по управлению и развитию бизнеса. Так, чтобы сразу было понятно, что у нас в эфире не инфо-цыганка, Наталья занимается этим уже 25 лет. Тогда еще таких инфо-цыган не было. И работала в совете директоров, который сама же организовывала для компании. То есть, ну, бэкграунд у меня довольно большой с крупными компаниями и в Москве. В общем, задача, задача, помощь и развитие женского бизнеса. Когда мы говорим слово женский бизнес, я во всяком случае, да, то сразу ассоциативный ряд что подкидывает? Вот это женщины, продающие в запрещенных социальных сетях и так далее какое-то там нижнее, верхнее белье, да, какие-то тортики, еще что-то. Ну, в общем, такие какие-то вещи, да. Вы знаете, есть разные, есть совершенно, ну, уникальные, кстати, есть изделия там из стекла у нас, вот, девушка одна делает, да. Вот, очень интересные бизнесы. Есть продуктовые бизнесы какие-то там, сыр, молоко и так далее. Вот, а есть крупные бизнесы, то есть, есть женщины, которые возглавляют крупные компании. И это тоже нормально, они тоже с нами взаимодействуют. А вот можно буквально пару-тройку примеров успешного бизнеса, которым руководит женщина в Калининграде? Да вот вспомните Ирину Губко, да, и вот, ну, ее строительный бизнес. А кто чем занимается? Строительный бизнес? Да, у нее же крупнейшая компания, огромная. И, как бы, она прекрасно, ну, не то, что справлялась, она прекрасно развивала бизнес. Кого я еще знаю? Я, допустим, знаю президента банк ВТБ. ВТБ, да, Елена Шендарев. Совершенно замечательная женщина, и она все успевает, и в бизнес-баттле, и в своем банке. Элеватором в порту тоже женщина руководит. Да, вот. Ну, так если включить, да, мозг, то, в принципе, много. Мы можем Марину Аргееву вспомнить, да? Марину Аргеева, да. Да, да. То есть во власти, на самом деле, у нас еще как-то давно была такая дискуссия, что все женщины, ну, много женщин во власти, да. Сейчас вот уже молодежь пришла, молодые мужчины, да? Я, кстати, у Аргеевой спрашивала, а как вообще женщинам-то во власти? Ну, она и сказала, что как-то надо, собственно говоря, за себя постоять. А в бизнесе? Ну, вы знаете, у нас мужское, у нас общество мужское, поэтому женщины вынуждены добиваться успехов мужским стилем, да, мужским стилем управления. Включая, конечно, какие-то гибкости какую-то, она больше, да, чем у мужчин, но, тем не менее, все равно. Поэтому, да, по мужскому стилю. Ну, вот помощь в развитии бизнеса. Да. Бизнес женский, да? Да, вообще весь бизнес последний год, ну, так скажем, претерпел много изменений, кому-то вообще пришлось удалиться с этой арены. Кто-то видоизменился, и женщины, и мужчины. Женщины вообще бить нельзя, но тут и они получили поддых, что называется, да? Да, да, да. А вообще, если сравнивать все времена, кризисы, которые были, которые будут, как вы считаете, кто более устойчив эмоционально в этом отношении, женщины или мужчины? Ну, конечно, женщины эмоционально устойчивее, хотя они больше переживают и, может быть, истерят или что-то в этом роде, но, с другой стороны, сбрасывают этот эмоциональный груз, потому что мужчины, они, ну, или спиваются, или там, ну, серьезненько. Да, нет, ну, вот, ну, любой кризис, да, он действительно, если человек остался, мужчина не удел, ему очень тяжело пережить. Ну, скажите, на сегодняшний день, если люди обращаются в вашу ассоциацию, вот из топа того, что вы делаете, самое востребованное, это что? Мне почему-то лично подсказывают неумение общаться с органами государственной власти. Наверное, потому что когда людям говоришь, что вот можно общаться, поедите туда, а они почему-то думают, что нужно сразу вот при общении с госорганами буквально обуться в полете в воздухе, да, и это сделать очень сложно. Это страх, незнание, неумение, неосведомленность или что? Вы знаете, ну, во-первых, если отвечать на ваш вопрос, да, то сейчас, да, самыми востребованными являются меры государственной поддержки. Почему? Во-первых, потому что их достаточно много для разных отраслей. И даже разобраться в них, когда они выходят там много-много, да, разных видов, невозможно. Нет, ну, если человек работает, занимается другим, как он может разобраться? Нет, он другим занимается, да, он занимается бизнесом, и как бы отслеживать все постановления правительства, которые вышли, совершенно невозможно. Поэтому, да, у нас есть, как бы, калининградско-московский тендем, у нас просто структура организации такая, что у нас управляющий партнер в Москве есть. Москва, Питер — это управляющие партнеры, вот, а здесь у нас, как бы, ну, основной, вот, филиалы наши Москва и Питер, вот. Поэтому у нас команды, скажем так, межгородские, вот, межрегиональные, и форумы мы проводим, мероприятия всегда межрегиональные, вот. Вот, и эти команды занимаются, да, мерами, федеральными мерами господдержки раз, а другая команда занимается грантами, консультирует различные, там, вопросы, подсказки, советы, социальное проектирование. То есть спроектировать проект сейчас довольно тяжело. А по поводу общения с властями, вы знаете, ну, у нас с этого года было довольно серьезные такие мероприятия мы стали делать. Наша ассоциация выросла, как-то вышла на другой уровень. Вот, и мы делаем такие реальные встречи, которые могут помочь предпринимателям в это трудное время, как бы, завязаться даже между городами. То есть, ну, Калининград немножко оторван, к нам приезжала бизнес-миссия из Костромы. Совершенно замечательные люди, активные очень бизнесмены, очень много у нас было контактов и именно связей. Вот сейчас мы, как бы, да, продолжаем с ними работать, это очень здорово. Редко, когда вот так получается. Вот, надо хорошо поработать над этим. Вот, и там правительство, оно вообще с ними не разговаривает. То есть, это ужас, они приехали к нам, они говорят, боже, вы в раю живете, наверное. То есть, как бы, да, ваше правительство с вами разговаривает, они улыбаются, они что-то там. У нас только вот, ну, вот как-то так мрачненько совсем. Поэтому я скажу, что с правительством общаться очень хорошо, очень совершенно нужно и полезно. И пользоваться мерами поддержки в это кризисное время, которое у нас то один кризис, то другой. И, как бы, разные условия, довольно серьезные там сейчас. Вот, поэтому, конечно, нужно пользоваться вот этими мерами. Они сейчас самые востребованные, да. Ну, то есть, а как можно обратиться в ассоциацию деловых женщин регионов? Ну, у нас есть ВКонтакте группа ассоциации деловых женщин регионов. Можно, ну, как бы, там телефоны указаны, можно по моему телефону. Вот, можно, как бы, ну, я называть не буду, потому что нужно же, наверное, как-то его. Так, чтобы успели записать, что мы потом опубликуем у себя в новостях. 911-476-7155. Вот, Наталья, можно мне позвонить. И мы, конечно, ждем активных женщин, которые не просто хотят развивать свой бизнес, а которые хотят еще что-то отдавать. Потому что все-таки мы собираемся вместе для того, чтобы нести в мир разумное, доброе, вечное. И что-то давать другим людям, которым, ну, особенно в кризисные времена хуже, чем нам. Поэтому мы делаем ежегодный благотворительный вечер, где собираем деньги фондом. У нас два подопечных фонда. Вот, достаточно много, как бы, ну, внимания уделяем вот этим вопросам. Безусловно, женщины благотворительные всегда рядом. Вот, на следующий год у нас запланирован форум здоровья и долголетия женского, на который, значит, женщина же заботится о семье, о мужа, о детях, о родителях. Поэтому мы хотим собрать все новые технологии, долголетия, здоровья и женского, и детского, и все-все, геронтологии, гериатрии. Какой, так сказать, горизонт планирования. Я очень завидую вашему оптимизму. Ну, мы боимся, да. Мы два раза планировали. Один раз наше мероприятие, один раз это был февраль, а второй сентябрь. Абсолютно разные вещи. Ну, как бы, мы очень так. Вот так, что стоит помнить. У нас в гостях сегодня эксперт по управлению и развитию бизнеса с 25-летним стажем Наталья Грязнова и президент Ассоциации деловых женщин-регионов в студии Радио Балтик. Плюс это все один человек, казалось бы, что два, но у нее в голове очень много людей на самом деле сидит. И пользуется, так сказать, просто этим телом для того, чтобы помогать людям. Ассоциация деловых женщин-регионов чем занимается? Мы говорили в первой части, это предложение помощи тем, кто в ней нуждается. Это какая-то консультационная, юридическая и так далее. Кстати, вот вас сейчас слушают люди, которые, ну, возможно, не понимают, да, что за человек тут у них оказался в приемнике. Вот вы объясните, ваша аудитория это кто? Кому бы вы могли быть полезны? Ну, вот вы сказали, акцент сделали на помощь. Да, это безусловно есть, но мы полезны, вернее как, мы сообщество активных женщин, которые выросли уже до такого уровня, что они хотят сами кому-то помогать. То есть наша аудитория, к нам приходят женщины состоявшиеся, которые состоялись там в семье, в бизнесе. Конечно, они хотят развития, они хотят нового уровня, но тем не менее это люди, которые могут что-то отдавать. В том числе там и на благотворительность, в том числе это люди, которым интересно делать проекты. Ну вот, ну не знаю, ну человек работает на рынке, не знаю, зубная у него клиника, да, вот. А ему хочется, например, сделать форум, потому что нужно привлечь какие-то технологии новые, обменяться опытом, почему нет? Или какую-нибудь конференцию провести, вот. Вот проект какой-то, любой, идея. Ну смотрите, я не как женщина, но как мужчина, который не занимается бизнесом, но много об этом слышал, практический эксперт, потому что много людей приходит, многие рассказывают. И я прекрасно понимаю, да, что есть то, что мы хотим делать, это боль личная наша. Если хочешь, занимайся, а хочешь, не занимайся, но сам плыви. И есть поддержка, но в этом случае уже есть то, за что готовы платить. Правильно? Вот общение с государством, именно в этом заключается? С государством, да, безусловно. То есть ты занимаешься каким-то делом, и есть какие-то субсидии, там, на развитие внутреннего туризма, на развитие сельского туризма, очень много разных-разных вещей, да, и как бы можно это привлечь, там, безвозмездно, под низкий процент, под какой-то процент, это здорово. Но если вы, например, вот хорошо, вы не бизнесмен, но вы там слышали, и хочется, может быть, да, попробовать, да, но вы же работаете, у вас же нет времени. Кстати, именно в наше время пробовать посоветуете или нет? Пробовать посоветуй в любое время. Надо просто правильно делать, потому что история бизнеса, как история этого дорожного движения крови написана, так и история бизнеса, потерь, ну, деньгами написано, потерями. Поэтому надо просто правильно, это надо, чтобы кто-то рядом был. Соответственно, вы не можете сами делать, у вас рабочий день занят. Как у всех, конечно. Да, у нас, почему у нас вот в ассоциации партнерство? Потому что у всех свой бизнес, ну, очень хочется попробовать. Мы раз там, два-три партнера объединились и делаем, понимаете? И тогда, и каждый делает то, что он может. И вот эффективность партнерства, это тема, кстати, Совет Директоров и Управления, это тоже очень важная тема, которую, ну, я лично продвигаю, потому что она, мне кажется, ну, наиболее перспективна сейчас. Опять же, про то, под что сегодня деньги даются в государстве. Вот это что, развитие туризма и еще что-то? Да везде, нет, много очень. Айти-отрассы дают субсидии. А где нужно посмотреть этот список? На сайтах правительства, в постановлениях правительства прочитать это можно. Просто они длинные и написаны такими языками. Вот именно, я вам желаю удачи почитать постановления и разобраться. Мы же, как бы, есть для этого мы. Пожалуйста, приходите, мы вам расшифруем. Нет, я знаю, что вы проходили множество всяких всевозможных обучений. Не только я, у нас пул специалистов, да. Вот мне показалось это интересным. Теперь вы можете общаться с представителями правительства буквально на равных, а иногда понять, собственно говоря, их язык, да, на котором они привыкли общаться, безумно сложно. Это секрет, это мой секрет. Да, это должны быть какие-то секретные приемы, либо должен человек быть под боком, который всегда поможет разобраться. Расскажу про один. Расскажу про один. Дело в том, что в прошлом году я работала в московском Ранхиксе как эксперт-модератор программы по повышению квалификации управленческих кадров, государственных управленческих кадров. И я разрабатывала проекты с правительствами различных регионов. Соответственно, мы вместе и учились с ними, сидели, слушали лекции. И после этого наша задача была в рамках предложенных технологий и так далее проанализировать ситуацию в регионе, в социальной сфере. Именно это направлено на развитие социальной сферы, чтобы наше государство было более социальным. И эти проекты должны быть направлены на улучшение жизни обычного человека, любого. Потому что социальная сфера, вы знаете, что такое социальная сфера? Что туда входит? Не только социальная помощь, инвалидов. Это очень обширная история, конечно. Это и культура, это и образование, и молодежная политика. Это все социальная сфера. И во всех этих... Что касается человек-человек, это все социальная сфера. Ну как бы да, 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 да. Минэк это не социальная сфера, все остальное получается соприкасаться. с человеком. Хотелось бы, чтобы в Минэк тоже была социальная сфера. Да, очень интересно было разобраться в проблемах, которые есть у людей, которые сидят там, ну, как бы, и исполняют какие-то функции правительственные. Вот. И соединить эти проблемы с проблемами человека, которые вот, ну, в общем-то, я тоже человек, и я знаю все эти проблемы, и вы тоже их знаете, да. Вот. И интересно было развернуть государство лицом к человеку в плане того, что... Уж сколько лет этим занимается. Уж сколько лет, да. Вот. Я прям вживую прям вот прям разворачивала. Вот. Мы же все знаем, что если что-то случается, мы идем куда-то в ведомство и просим. Ну, там, а есть ли такие меры? Помогите, отдайте. Да, вчера мы про это ведомство говорили плохо, а если что-то случилось, то мы все равно идем в больницу. Мы идем, да, и говорим, помогите. Да. Нам говорят, мы можем помочь вот это, но вот это идите туда, или там, и мы ходим, вот так ходим. Вот. А проекты, которые мы делали, были основаны на другом. Вот человек идет, у него что-то случается. И государство тут же говорит, человек, вот смотри, вот у тебя здесь вот это, вот это, вот это. Давай мы тебе поможем здесь, 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 чтобы ты достиг того, того, того. То есть вот такой вот разворот. Это очень сложно. Во-первых, это надо развернуть мышление сначала. Госуправление. От стереотипов. Да. И людей тоже, кстати. Увести людей от стереотипов, потом спроектировать это все в бизнес-процессы, потом еще пересмотреть нормативные акты, которые мешают, ну, то есть вот вплоть до каких-то постановлений местного уровня, там, ну, федеральное, федеральное можно было подать, так сказать, прошение. Многие подумали, да утопия это все, о чем она там рассказывает. Слушайте, я сама думала, вот вы правильно сказали, я сама думала, что это утопия, пока я не погрузилась вот в каждый регион и увидела, нет, люди-то хотят, и с той стороны тоже. Они хотят, да, но вот как-то не получается. Я думаю, что получится. Знаний не хватает реально. Наталья, работайте еще. Да, надо. На наше благо. Президент от статуса деловых женщин Наталья Грязнова, сегодня была в студии Радио Балтия Плюс, эксперт по управлению и развитию бизнеса. Я думаю, что многим была наша с вами беседа интересна как в начале, так и в конце.